Хадис, про который я сказал, пророк Мухаммад в свое время сказал . Очень сильный хадис, известный. Даже вот этот дуа я читаю после Джума всегда, что Всевышний направил наши сердца, наших детей, наших потомков на правильный путь. В хадисе сказано, что любое сердце находится, там образное выражение, между двумя пальцами Всевышнего. То есть оно в полной власти Господа миров. Но говорится о Сабио-Рухмане, всемилостивого Творца. Если Всевышний захочет, то оно ставит сердце на верный путь. А если захочет, то сведет его с верного пути. И вот смотрите. Мы же обычно большие мастера все сваливать на Всевышнего. Если у вас, вы едете на машине по дороге, и временами дороги, чтобы луж на них не было, они со спуском по бокам. Вы не особо напрягаетесь, где-то смотрите в телефон, где-то о чем-то забываете, где-то вы что-то уронили. Либо просто-напросто начинает такой, начинается крен. Вы едете, он вправо. То есть машину вводит вправо. И если человек скажет, то есть тем более какие-то ситуации, когда уже реально нас ситуацию уводят в сторону. И раз, и два, и три. То есть они прямо вот уводят в сторону. Здесь отпустить свои руки, да, и сказать Всевышний того пожелал. Мастеров очень много. Тем более, когда держать уже руль, становится больно. Чуть-чуть. Даже намек на боль. О, все. Нет-нет-нет-нет. Но почему же мы не включаем, то есть мы понимаем однобоко этот хадис. Почему мы не понимаем то, что человек сознательно, сколько бы ему тяжело ни было на том или ином этапе, он должен вырулить в нужном направлении, все равно держать вот уже, скрипят суставы, уже сейчас порутся уже сухожилия. Но если человек верующий, он же должен понимать, даже ему очень больно, чтобы о всем этом знает Всевышний. И Всевышний всемилостив. Разве он допустит, что даже если дорога у этого человека уходит куда-то влево, а человек заруливает изо всех сил вправо, разве Всевышний не смилостится над этим человеком и не даст ему самые лучшие перспективы земные и вечные. Но вопрос постараться, спасибо за просмотр. Продолжение следует...